Зверька Папа уехал в экспедицию искать нефть, а мама в ответ на мою просьбу пойти в зоомагазин даже рассердилась. Только живого уголка мне в доме не хватает. Однажды пришло письмо от папы. Он писал, что в пустыне, где он работает, появилось очень много черепах, и он поймал для меня одну маленькую. Она не больше Андрюшкиной ладони, писал папа. У нее еще панцирь не очень твердый. Я посадил ее в ящик из-под сгущенки и кормлю кусочками огурца и хлеба. Симпатичная такая черепашка. Думаю, Андрюшка будет доволен. Ха! Еще бы недоволен! Я был просто в восторге. Всем во дворе рассказал, какую мне папа поймал черепашку и как он ее кормит огурцом и хлебом. Я прозвал ее Чапа и стал думать об устройстве уголка для нее. Песок у нас есть во дворе, в песочнице. А вот ящик... Не приставай, сказала мама. Какой тебе ящик? Ну, хоть из-под сгущенки. Нет у меня ящика. Могу тебе дать коробку из-под ботинок. Ну, хоть коробку. Я с сомнением взял коробку, не очень большая. Потом взглянул на свою руку. Ведь папа писал, что черепаха не больше моей ладони. Положил руку в коробку. Нет, ничего, вполне просторно. Спустился во двор, насыпал в коробку песку и воткнул зеленых веточек, чтобы красиво было. Ребята мне помогали. А Нюта предложила водоемчик сделать. Закопать в песок маленькую мисочку по самый край и налить воды. Получится, как будто озеро. Толя предложил горшочек с цветком закопать в песок. Это для Чапы будет садик. Ветки-то скоро завянут, а цветок можно поливать. Он будет зеленеть хоть всю зиму. Вот только коробка мала. Все-таки ящик нужен. Но вот как его достать, этот ящик? Тут Галя догадалась. У нее мама работает в овощном ларьке недалеко. Галя сказала, что возле этого ларька навалом ящиков. Мы отправились к ларьку. Галина мама даже обрадовалась. Ящик? Да хоть десяток. Мы выбрали ящик с красивой наклейкой. Аист. А в клюве у него апельсин. Притащили во двор. Насыпали песку. Мисочку возле мусорного контейнера нашли пластмассовую. Цветок в горшочке принесла из дома Анюта. Она сказала, что отдает его с условием, что я буду разрешать ей играть с Чапой. Пожалуйста, я бы и так разрешил. Замечательное получилось жилье. Мама открыла нам дверь и ахнула. Вы бы еще сундук принесли. Я же специально дала коробку. Мама, в коробке ей будет тесно. Ей же тоже хочется побегать. Посмотрите, тетя Валя, как мы красиво все сделали, сказала Галя. Мама взглянула повнимательнее. Надо же, как придумали. Она вздохнула и разрешила. В последнем письме папа написал, черепашка что-то загрустила. Даже свой любимый огурец и тот не ест. Все сидит у стенки ящика, вытянув вверх шейку. Я подумал, а ведь и правда загрустишь, сидя не вылазно в ящике. Если бы, например, меня в ящик посадили, пусть даже самый удобный, я бы еще как загрустил. Нет, не стану я держать чапу в ящике, пусть ползает по всей квартире, а в ящик я ее буду спать укладывать. Однажды мама сказала, угадай, что завтра случится, хорошее. Черепашка приедет, догадался я. Бессовестный ты все-таки, Андрюшка. Папа, папа завтра приезжает. Ну да, папа, согласился я, и привезет черепашку. Утром мама сказала, творог и молоко на кухне, и я побежала в парикмахерскую. Она ушла, а я съел половину творога, выпил молоко, посмотрел карикатуры в крокодиле и стал лепить из пластилина лодочку. Пришла мама, некрасивая после парикмахерской. Ну, как я выгляжу, спросила она. Хорошо, ответил я, только причешись и ленточку завяжи, как раньше. Ха, ничего ты не понимаешь, возразила мама. Это специально так, укладка называется. И она стала печь пирожки с капустой. Наконец раздался долгожданный звонок, папин звонок. «Ура!» – закричал я. «Папа! Папа приехал!» Папа был такой загорелый, просто черный, только зубы сверкали. Он обнял маму, потом подхватил на руки меня и подкинул. Ого! Как вырос! «Папа, открой скорее чемодан, она же задохнется!» «Кто?» – спросил папа. «Дай ты ему, наконец, эту черепашку!» – сказала мама. «Надоел он мне с ней!» Папа повернулся ко мне и сказал смущенно. «Ты уж прости меня, я ее отпустил!» «Папа вздохнул!» «Папа вздохнул!» «Перед отъездом вынул я ее из ящика, положил на песок. Пусть, думаю, в последний раз поглядит на родные места. Она в первый момент замерла, а потом, как припустит, черепахи, между прочим, довольно проворные, особенно маленькие, мне бы ее догнать, но пожалел. Подумал, Андрюшка меня поймет, не обидится. Так и уползла. А ты бы как поступил на моем месте?» Я ничего не ответил, потому что не знал, как бы я поступил. Папа виновата взглянул на меня. «Я тебе ракушек привез, возле моря собрал, красивые». Вот так и не появилась у меня черепашка. А такое чувство, словно она все-таки у меня побывала. Я так хорошо ее себе представляю. Нос клювиком, панцирь, и как она ест хлеб и огурец, и как вытягивает шейку. Мне иногда представляется, что далеко-далеко в пустыне, на горячем песке, в тени от большого белого камня, сидит моя чапа и, вытягивая шейку, рассказывает своим друзьям-черепахам о том, как один добрый человек пожалел ее и отпустил на волю. И мне приятно, что этот человек мой папа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok